Приветствую вас, Аноним. Ну, во-первых, хотелось бы понять, вы о каких конкретно душевных терзания ведете речь? Потому что не очень понятно. Вас задело, что тренер по танцам упрекнул вас в дешевом отдыхе. Но почему вас это задело? То есть, у меня есть такое чувство, что вы хотите жить непосредственно. То есть, у меня вот такое ощущение, что вы непосредственно живете. То есть, вы ходите на танцы, вы ходите к косметологу, вы хотите хорошо отдыхать. То есть, тут уже нужно как-то выбирать и как-то распоряжаться своими ресурсами. И что-то одно, условно говоря, предпочитать другому. Другому по-другому, иначе не получится. Вот. Вы же, судя по всему, предпочитаете одно и другое и хотели бы третье. При том, что обеспечить это третье, вы явно не в состоянии. И, собственно, что вас задевают, что вы не способны обеспечить себя тем, что вы хотите. И вследствие того, что не делаете выбор, не расставляете приоритеты. Или, что вас выставили бедной. Или то, что вы находитесь в не совсем здоровых отношениях со специалистами. То есть, например, инструктор по танцам и косметолог постоянно предлагают вам услуги, в которых вы не нуждаетесь, но вы во все это втягиваетесь и им платите. Так возникает вопрос, а зачем тогда вы за все это платите? Почему тогда вы платите? Ну, то есть, что мотивирует вас платить? Есть ощущение, что вы, с одной стороны, не можете сказать «нет», и не имея возможности говорить «нет», вы, по сути, страдаете от того, что из вас вытягивает денежные средства, хотя вы не особо хотите оплачивать. Вот. Ну, что ж, тут вот такой момент, и я не особо пока что понимаю, чего именно вы хотите. Вот. Можно научить вас говорить «нет», можно поработать с лишними границами, можно поработать с самооценкой, потому что она у вас явно задета тем, как восприняли ваши слова, инструктор. Вот. То есть, что конкретно вы хотите? И избавляться от душевных стерданий, как вы говорите, не нужно. Потому что это, по большому счету, как бы сказать, это, по большому счету, следствие того, что он, что-то не так. Это следствие того, что вы находитесь не в контакте с собой, и, очевидно, делаете не то, что вам нужно, не то, что вы хотите. Это, вот, больше про это. Понимаете? Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.